В конце 2021 года было завершено собрание собственников. Его результаты закрепили в протоколе, который проверила Государственная жилищная инспекция и вынесла решение о передаче управления комплексом специзолу с 1 февраля. Соответственно, с 1 февраля управляющая компания специзол по новому тарифу для собственников должна была приступить к работе. Дом внесен в лицензию, соответственно, нашей фирмы. Но нынешняя управляющая компания Парк Горько всеми возможными способами пытается не допустить управляющих компаний специзол к работе. Я хочу, чтобы вы передали документы все на инженерную коммуникацию специзолу. Прямо сейчас. 1 февраля сотрудники ООО управляющей компанией Парк Горького приставили охрану к дверям, которая никого не пропускала внутрь – ни фирму специзол, ни даже жителей комплекса. Помещение общего пользования, которое сейчас незаконно занимает управляющая компания Парк Горького. Пытаемся войти. Управляющая компания специзол лишена возможности приступить к управлению домом. Нашей съемочной группе тоже не удалось попасть в офисы управляющей компании. Сотрудники закрыли перед нами двери и не хотели общаться. Но мы дозвонились до директора УК Парк Горького и узнали позицию фирмы. Они считают, что смена УК происходит незаконно. Идет следствие, никуда никто не уйдет. Меня и моих рабочих никто не уволил. Все работали, как и работают. Я же объясняю, что это происходит не на законных основаниях, кредерский захват. Собственники квартиры представители специзола на протяжении нескольких дней пытаются получить ключи и техническую документацию по объекту 123 по юридическим и не юридическим адресам Парка Горького. Но в итоге никакой передачи полномочий не происходит. 2 февраля 2022 год. Неполученные документы. Сейчас попробуем взять ключи. Если получится, если дадут. Если нет, мы составим акт и будем... Пропала и вся необходимая документация об УК специзол, которую фирма разместила в информационных стендах во всех корпусах ЖК. Никаких представителей по данному адресу Горького 87-1 так и не появилось. Сейчас с Андреем Семеновичем пробуем пройти на адрес фактического расположения компании Парк Горького. Идите к Ольгизине и общайтесь с ней. А где ее найти? Я же говорю, она на пластунке сегодня. Вы езжайте туда и ищите. Там закрыты все кабинеты. Ну я-то тут при чем? Я же ее за руку не держу. По словам жителей, главная причина такого решения по смене управляющей компании – это то, что собственники квартир не получают в полном объеме те услуги, которые должна предоставлять УК Парк Горького. А это уборка территорий и мест общего пользования, содержание лифтового хозяйства, пожарной сигнализации, вывоз мусора, поставка коммунальных услуг, как вода и электричество. И мы все проголосовали за то, что я в том числе проголосовала, чтобы сменить управляющую компанию. Мне каждый месяц начисляли плюс шесть кубов, и я полгода ходила, с ними ругалась даже, наверное, месяцев семь. Управляющая компания не реагирует на обращение граждан, закрыть территорию, поставить какой-то домофон, замки, потому что приходят разные неблагополучные люди. Да, прям по подъездам ходят, по этажам. Управляющая компания существующая всячески игнорировала наше обращение касательно качества предоставляемых услуг. Очень долго мы бились за выполнение уборки, даже банальной на этаже. Представители специзола утверждают, что УК Парк Горького противодействует исполнению решению Государственной жилищной инспекции под предлогом оспаривания итогов собрания. Но специзол говорит, что эти иски необоснованы и суды их отклоняют один за другим. Управляющая компания специзол уже обратилась в правоохранительные и административные органы для разрешения конфликта. Мы обязательно продолжим следить за развитием событий и расскажем о ситуации в ЖК 123 в следующих выпусках.